Здравствуйте, уважаемые студенты! Здравствуйте, начинаем видео лекцию по дисциплине бухгалтерские учеты и налогообложения в туризме. Видео лекцию проводит Таштанова Нуриля Нурмашевна, старший преподаватель кафедры экономика, учет и аудит. Сегодня у нас седьмая тема учет реализации тур продуктов тур операторами. Первый вопрос – общие вопросы ценообразования, вопросы формирования цены на тур продукты и третий вопрос – это реализация собственных тур продуктов тур операторами. В туристском бизнесе готовой продукции, как вы уже знаете, выступает туристский продукт, который создается непосредственно тур оператором. Уровень доходов туристского предприятия напрямую зависит от цен, которые устанавливаются на сформированную и реализуемую тур продукты. При определении цены на услуги туризма применяются следующие принципы. Первое – цена должна возместить все затраты фирмы на его производство, реализацию, организацию потребления услуг туризма и обеспечить такой размер прибыли, которые позволят этой фирме функционировать на принципах самофинансирования. То есть основным, главным интересом туристской фирмы является это получение прибыли, которая будет зависеть также от созданной цены, то есть от цены, от стоимости туристского продукта. Второй принцип – это то, что цена должна соответствовать спросу на данные услуги, которая во многом определяет сезонность туризма. И третье – это цена должна быть гибкой, то есть обладать маневренностью и динамичностью. Это вот три основных принципа, которым должны руководствоваться в туристских фирмах, когда определяют цену на свой продукт, то есть на турпродукт. При разработке ценовой политики обычно рекомендуют, вернее, используются три основных метода. Первый – это метод разработка цены с ориентацией на уровень конкуренции. Второй – с ориентацией на спрос. И третий метод, ориентирующийся на издержки, который основан на калькуляции, то есть это затратный метод. Суть первого метода с ориентацией на уровень конкуренции представляет собой то, что цены устанавливаются ниже рыночной, на уровне рыночных или выше рыночных. Зависит от требовательности клиентов, предоставляемого сервиса, реальной или предполагаемой ответной реакции конкурентов. Суть второго метода заключается в том, что основана на изучении желаний потребителя и установлении цен, приемлемых для целевого рынка. И суть третьего метода заключается в том, что ценообразование строится на калькулировании полной себестоимости турпродукта. То есть здесь играет роль затратный метод. Кругооборот хозяйственных средств в любом производстве завершается процессом реализации. Мы с вами это ранее выше рассматривали, что существует три процесса. Это процесс заготовления, процесс производства и процесс реализации. И при изучении этого вопроса мы говорили, что завершается хозяйственный процесс, кругооборот его процессом реализации. Выручка, которую получают от продажи продукции, используется предприятием для того, чтобы возобновить процесс снабжения и производства на материальное поощрение работников и так далее. То есть продав свой продукт сформированный, фирма получает деньги, то есть выручку, которую он может использовать для закупки, то есть для снабжения. И затем то, что они приобрели в процессе снабжения, направляется на производство. И после этого с производства получают новый вид продукции, который снова идет на реализацию. То есть постоянно осуществляется кругооборот хозяйственных средств. В процессе реализации продукции, произведенные данным предприятием, передается другому предприятию. А это предприятие, которое приобрели ее, они уплачивают предприятию поставщику либо оптовую, либо розничную цену продукции, которая называется продажная стоимость. С законом Республики Казахстан о туристской деятельности в Республике Казахстан установлено, что реализация тур-продукта осуществляется на основе заключенного договора. Обычно могут иметь два типа договора. Первый это между туристской фирмой и туристом. То есть напрямую тур-фирма заключает договор с туристом. И второе это между туристской фирмой и контактирующими с ней организациями. Отношения между туристской фирмой и туристом являются это отношения по безвозмездному оказанию услуг, где сторонами выступает заказчик и исполнитель. И второе это реализация тур-продукта производится по цене реализации, которая устанавливается туристской фирмой с учетом рыночных цен на аналогичную тур-продукцию. В бухгалтерском учете доход или выручка от реализации тур-продукта отражается только в момент его отпуска покупателю и предъявлению платежных документов на оплату. Основными документами в документе обороте туристской фирмы выступают туристская путевка и ваучер. Основные документы, значит, тур-путевка это документ, который подтверждает факт передачи тур-продукта и ваучер это документ, который устанавливает право туриста на услуги, входящие в состав тура и подтверждающие факт их оказания. Как мы уже выше с вами отметили, готовой продукцией в туристских фирмах выступает тур-продукт. И в этой связи для учета готовой продукции, то есть тур-продукта, учитывается счет или применяется счет 13-20, готовая продукция. К нему открывается субсчет, предположим, тур 13-20, субсчет 1, тур-продукция, тире, шоп-туризм. 13-20, второй субсчет, тур-продукция, паломнический туризм, там, скажем, конный туризм и так далее. То есть к счету 13-20, готовая продукция, мы рекомендуем открыть, открывать субсчета по видам туризма. Доход от реализации тур-продуктов учитывается на счете 60-10. Данный счет называется доход от реализации продукции и оказания услуг. Здесь тоже следует выделять доходы по видам туризма. Предположим, то есть открывать к нему тоже субсчета. Например, 60-11, доход от реализации тур-продукта, шоп-туризм. 60-12, доход от реализации путевки, познавательного тура и так далее. Для чего составляются вот такие вот выделения, то есть субсчет? Чтобы можно было сделать анализ, из какого вида, какой вид туризма на данном предприятии приносит больше доход. Вот для таких вот, для принятия, можно так сказать, управленческих решений. Для учета расчетов с покупателями предусмотрен счет 12-10, который называется «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков». Я рекомендую вам следующие литературы, которые вы можете использовать и изучить данную тему более глубже. Благодарю за внимание. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...